Третий день неделя «Сикварителл». Мы разговариваем с нашими гостями. У нас одни из соорганизаторов. Андрей, расскажите немного про саму выставку, про всю неделю. Как результаты поделить с какими-то впечатлениями своими личными со стороны вертолетного вида? Результаты нас радуют. Те планы, которые мы для себя ставили в начале мероприятия, они исполнены. Количество участников превысило прошлый год. В районе 6,5 тысяч посетило людей наше мероприятие. Достаточно обширная программа, интересные спикеры с участием как органов государственной власти, так и бизнеса. Достаточно много прошло сессий, затрагивающие аспекты деятельности ритейла в части HR-блоки, маркетинга и многое другое. Как вам кажется, что было наиболее интересным для гостей? Деловая программа, экспо-часть, может быть, какие-то другие активности? Я думаю, что надо все-таки в комплексе рассматривать, а не в частности. То есть в комплексе, я думаю, что именно вот эта некая синергия того, что есть, а есть это и выставка, и деловая программа, и нетворкинг, и целый ряд каких-то иных мероприятий. В частности, геймификация, активность непосредственно ту, которую проявляют сами участники выставки. Это все, в общем-то, в комплексе абсолютно интересно. Скажите, участие государственных деятелей у нас был мантуров, у вас, у нас, ну, у всех у нас на неделе был мантуров. Такие большие люди, такие птицы высокого полета, они помогают отрасли? Или это больше какая-то декларативная часть, чтобы знали, что государство поддерживает, интересуется и, в общем-то, в теме? Ну, в общем-то, изначально площадка задумывалась как некий диалог бизнеса и власти, и впервые именно на неделе ритейла удалось собрать федеральные органы власти, региональные органы власти и бизнес. В принципе, до недели ритейла никто этого не делал, поэтому неделя, наверное, она этим и отличается от большинства других мероприятий. И, в общем-то, тот диалог, который проходит, он, в общем-то, достаточно важен. Мало того, что он даже важен, по сути, диалог государства с государством или говорить федеральные органы власти с региональными органами власти, потому что та ситуация, которая, или там, те подходы, которые существуют в разных регионах, и то отношение к ритейлу, которое существует, оно абсолютно различное. И эти процессы нужно выравнивать, и подходы, в общем-то, должны быть одинаковы с учетом федеративного устройства государства. С точки зрения диалога бизнеса и власти, мы в очередной раз убеждаемся, что и власть слышит бизнес, и бизнес слышит власть, и, в общем-то, удается конструктивно обсуждать те основные вопросы, которые стоят на повестке дня. Спасибо большое. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.